Пятилетка за полтора часа. В зале 250 партийцев, делегаты от местных отделений Единой России, депутаты ЗАГС Собрания и не только. На сцене Александр Романенко и его отчет о реализации программы, с которой партия и 30 тысяч ее членов шли на выборы в 2016 году. Удалось выдержать главное направление. Расходы на социальную политику за 5 лет выросли почти с 19 миллиардов до почти 44. Доступность социальных услуг с каждым годом растет. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что гражданам все реже нужно обращаться к учреждениям. Многие вопросы стало возможно решать без личного присутствия онлайн. Пока еще нужно много работать над решением главного нашего вопроса, который мы, к сожалению, все не решили. По словам Романенко, благодаря работе партии объем инвестиций в регионе за 2020 год превысил 120 миллиардов рублей. Это рекорд за последние 10 лет. Все так же, по словам Александра Романенко, при поддержке единороссов за несколько лет в крае построено и отремонтировано 59 больниц, 63 ФАПа, 83 детские поликлиники, 95 дамов культуры, более 100 миллионов выделено на развитие театров. Появилось более 20 тысяч новых мест в школах и детских садах края. Это первый вопрос конференции. На втором партийцы немного обновились. Ротация у нас ежегодная. Ротацию мы пропустили только в прошедшем году. И, естественно, эта ротация, которая проходит в этот раз, это не кардинальное обновление руководящих органов партии. Все-таки мы находимся в преддверии большой избирательной кампании. Это плановая ротация по различным основаниям. Кто-то утратил партийный статус, кто-то, соответственно, перешел на другое место работы. Самая заметная ротация в президиуме регионального полицовета. Его покинули Галина Буевич и Стелла Штань. Избрана Вячеслав Франко и Юлия Фролова, председатель Первомайского районного собрания депутатов. Но в завершении встречи единороссы избрали делегатов, которые отправятся на съезд Единой России в Москве 19 июня. Задача наша сохранять за собой лидерство, сохранять большинство для того, чтобы по самым острым, по самым серьезным вопросам иметь всегда возможность определять политику развития, в данном случае нашего региона, наших районов. Праймерис для местного деления партии уже прошел неплохо. В предварительном голосовании Единой России приняло участие 227 тысяч человек. Сейчас все ресурсы единороссы направят на программу, ведь совсем скоро для всех политических сил состоится главное событие года – выборы в Госдуму и АКЗС. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.